Ночью, когда все уснули, к чулану подошли лиса Алиса и кот Базилио. Они показали Буратино потайной ход и привели его в страну дураков. Там они обманом выманили у Буратино пять золотых червонцев. Бульдоги-сыщики схватили и сбросили его с моста. Буратино попал в глубокий грязный пруд. Буратино вскарабкался на большой лист водяной лилии. Он был испуган и дрожал от холода. Дайте поесть чего-нибудь, лягушки. Вот кусочек зеленой тины, редкое лакомство. Вот жабья икра, особое лакомство. Какая гадость. Ой, кто это? Не бойся, Буратино. Это черепаха Тортиула. Ах ты, безмозглый, доверчивый мальчишка. Сидей по тебе дома и прилежно учиться. Деньги твои украли кот и лиса. По твоей же глупости. Ой, как я теперь вернусь к папе Карлу? И по делам тебе, дурачку, булавнику, за твои коротенькие мысли. Тут не ругаться надо, тут надо помочь человеку. Тортиула, помоги человеку. Помоги человеку. Ладно, уши валят от вашего кваканья. Вот к себе. Сороки летели, да в пруд его обронили. Чего это это? Золотой ключик. Сороки говорили, что этим ключиком отворяется одна дверца, а за ней ты найдешь сокровища. Можно вас поцеловать, тетя Тортил? Это излишнее. Благодарю вас, лягушки. Я побежал. Буратино бежал, куда глаза глядят. За черными деревьями блестели звезды, над дорогой свешивали скалы. Где-то рядом слышались голоса Дурымара и Карабаса-Барабаса. Продолжение следует. Продолжение следует...